Ученые из Парижского университета сделали тревожный и одновременно вызывающий серьезное беспокойство прогноз, который при всем его шокирующем характере становится ясным напоминанием о хрупкости нашего климатического баланса. В их последней работе, опубликованной в ведущем научном журнале Nature, приводятся убедительные доказательства того, что более половины шельфовых ледников, расположенных в Антарктиде, самого большого ледяного континента на планете, находятся в состоянии угрозы полного разрушения. Эта ситуация несет потенциально катастрофические последствия для всего мира, поскольку отпускание ледяных массивов в океан способно вызвать резкое повышение уровня воды на десятки метров, затопив при этом множество исторически значимых и населенных городов и регионов. Этот вывод стал результатом многолетних моделирований и исследований, включающих сложные климатические сценарии и экологические системы. Разносторонний анализ показывает, что последствия такого разрушения способны кардинально изменить не только физический облик Земли, но и поставить под угрозу существование миллионов людей, вызвать экономические потрясения и навсегда изменить характер жизни на нашей планете. Перед тем, как углубляться в конкретные цифры и возможные сроки катастрофы, необходимо понять, что такое шельфовые ледники и чем они так важны для всей планеты. Это массивные ледяные образования, расположенные вдоль береговой линии антарктического материка, выступающие за его границы и плавающие в океане. В буквальном смысле эти гиганты – это как огромные ледяные подпорки, удерживающие большой объем льда, находящегося на поверхности материка, в департаменте, где он еще не попал в океан. Помимо этого, шельфовые ледники выполняют очень важную функцию. Они предоставляют естественный барьер для быстрого слива льда в море. Когда эти ледовые массивы стабильны и сохраняют свою структуру, они замедляют движение огромных масс льда, которые расположены на суше, а также в значительной степени контролируют скорость, с которой ледовая масса превращается в водные потоки. Их стабильность – это своего рода первый рубеж обороны против ускорения подъема уровня мирового океана. Можно представить себе эти ледяные стены как гигантские ледяные щиты или преграды, удерживающие миллионы тонн льда и предотвращающие его быстротечное вытекание к бассейнам океана. Однако при изменении климатических условий и уровней температуры эти ледники могут разрушаться, трескаться и таять, что приводит к потере этих природных барьеров. К сожалению, современные научные данные свидетельствуют о том, что многие шельфовые ледники в Антарктиде уже в опасности. Их разрушение не только ускорит процесс повышения уровня мирового океана, но и будет иметь локальные последствия для прибрежных экосистем, городов и целых континентов, находящихся в зонах риска. Сегодняшний научный анализ включает в себя в себя сложные математические модели и сценарии, которые позволяют предсказывать будущее развития событий. В рамках этого исследования ученые рассмотрели множество вариантов развития ситуации, от самых мягких, с минимальными выбросами, до самых экстремальных, с колоссальным выбросом парниковых газов и глубочайшим изменением климата. Рассмотрим два ключевых сценария. Первый – при высоких уровнях выбросов и глобальном потеплении до 12 градусов Цельсия. Это сценарий, напоминающий ситуации, когда человечество практически игнорирует меры по сокращению загрязнений, продолжая использовать ископаемые из Кускунинио – источники энергии, порождая более сильные и частые природные катастрофы. По результатам моделей, в таком случае к 2300 году большая часть, а именно 50 темнокеичных на 59% шельфовых ледников либо полностью разрушатся, либо достигнут критического состояния, из-за чего их стабильность будет потеряна. Это приведет к резкому и необратимому подъему уровня океана примерно на 10 метров. Для сравнения, текущий уровень моря по всему миру вырос более чем на 20 сантиметров за последний век, что уже вызывает волнение и требует постоянных мер по защите побережий. Такой рост на 10 метров – это масштабное событие, способное полностью изменить современное распределение суши и воды, создать миллионы новых затопленных территорий и вынудить миллионы людей переселиться вглубь материка. Это не гипотетическая вероятность, а прогноз, подкрепленный моделями и научными данными. Он служит тревожным сигналом о возможных последствиях бездействия. Многие из городов прибрежных зон, которые сегодня считаются центрами мировой экономики, такие как Нью-Йорк, Мумбаи, Токио, станут необитаемыми или полностью затопленными. А что произойдет в Европе? Большая часть северных и западных странах, включая Нидерланды, Великобританию и Францию, также подвергнется массовым затоплениям. В Нидерландах, где уже сегодня действует одна из самых сложных систем дамб, полное исчезновение страны и превращение ее в архипелаг вполне вероятное будущее. Такая катастрофическая сумма, 10 метров подъема, откроет путь к целым новым картинам географического мира, с затопленными городами, исчезающими низменными территориями и изменениями климата, которые сделают невозможным привычную жизнь для миллиардов людей. Несмотря на казавшиеся ранее безнадежными перспективы, ученые отмечают, что ситуация существенно улучшится, если человечество сможет добиться выполнения целей Парижского соглашения и снизить уровень глобального потепления до менее чем 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот сценарий предполагает, что мировые лидеры, правительства и бизнесы предпримут решительные меры. Переход на возобновляемые источники энергии, существенное уменьшение выбросов углекислого газа, развитие технологий улавливания и хранения вредных веществ, а также изменения в образе жизни каждого человека. Эти меры смогут снизить риск разрушения шельфовых ледников и, соответственно, значительно замедлить или предотвратить массовое их разрушение. По оценкам ученых, при таком подходе только один из исследуемых ледников, наиболее уязвимый, окажется на грани исчезновения к 2300 году. Весь остальной массив ледяных структур останется относительно стабильным и сохранит свою роль в регулировании уровня моря. Это означает, что вероятное повышение уровня океана в этом случае будет минимальным, гораздо меньшим по сравнению с экстремальными сценариями. Однако и в этом случае не стоит расслабляться. Модель показывает, что даже при ограничении потепления до 2 градусов, есть все равно риск того, что разрушения могут начаться раньше, чем ожидается, поскольку природные системы очень чувствительны и реагируют на даже незначительные изменения. Этот сценарий дает надежду, что при совместных усилиях мира и политиков можно избежать наиболее катастрофических последствий, ограничить потери ледников и сохранить стабильность климатической системы. Обрушение шельфовых ледников – это не только вопрос повышения уровня воды, это опасность, которая затрагивает все человечество. Чем быстрее растает лед и растет уровень океана, тем сильнее будут последствия. От постоянных наводнений до разрушения инфраструктуры, недвижимости и целых экосистем. Особое значение имеет воздействие на прибрежные города и страны. В США почти все восточное побережье, включая такие города, как Нью-Йорк, Майами, Бостон, находятся под угрозой затопления. Во многих из них уже сегодня реализуются меры по укреплению и строительству дамб. Однако при подъеме уровня воды на 10 метров все эти усилия окажутся напрасными. В результате многие мегаполисы могут полностью исчезнуть с карты мира. В Европе ситуация не лучше. Нидерланды, Голландия и соседние страны вынуждены постоянно бороться с морскими водами, устанавливая дамбы, плотины и гидроизоляцию. Однако при полном разрушении ледников большинство их защитных сооружений будет недостаточно, чтобы защитить территорию. Азия, одна из самых населенных частей планеты, также окажется под угрозой. Мегаполисы, такие как Шанхай, Мумбаи, Дели, все они расположены в прибрежных зонах и подвергаются риску постоянных наводнений и затопления. Это вызовет массовое перемещение населения, уничтожение сельскохозяйственных земель и существенные экономические потери. На глобальном уровне, поскольку уровень моря будет повышаться, исчезнут или сильно сократятся прибрежные экосистемы, ослабнут защиты природной среды, что вызовет утрату биоразнообразия, а также негативно скажется на морской промышленности и рыболовстве. Авторы исследования четко подчеркивают, что их прогнозы основаны на моделях и данных и могут оказаться консервативными. В реальности, воздействие климатических изменений может произойти даже раньше, чем указывают самые пессимистичные сценарии. Ученые указывают, что в промежутке между 2085 и 2170 годами ожидается особый период с самой высокой скоростью таяния ледников. Именно тогда ледники достигнут критической точки, после которой их разрушение станет практически необратимым, а уровень моря быстро возрастать. Это может стать точкой невозврата, после которой изменить ситуацию будет практически невозможно. Именно поэтому крайне важно, чтобы все стороны мирового сообщества принимали незамедлительные меры, не откладывали действия на потом. Чем раньше начнется борьба с причинами глобального потепления, тем выше шансы избежать или снизить масштаб разрушений. Ученые призывают, любые изменения, даже малейшие, могут существенно повлиять на будущее планеты. Каждая нация, каждый человек должны почувствовать свою ответственность и действовать в интересах сохранения климата и защиты будущих поколений. Резюме всех научных выводов сводится к очевидному. Важнейшим элементом предотвратить катастрофу является глобальное снижение выбросов парниковых газов, переход на экологически чистую энергию и формирование осознанной политики, направленной на борьбу с изменением климата. Кроме того, необходимо инвестировать в разработки новых технологий улавливания углекислого газа, улучшать инфраструктуру для адаптации прибрежных городов, создавать системы защиты от наводнений, а также развивать международное сотрудничество. Общественное сознание и глобальное участие просто необходимы. Не менее важным является образование и информирование населения о последствиях нынешней деятельности человека и его ответственности за экологическое будущее. Значит, борьба за стабильность климата в Москве – это не только задачи ученых, политиков или инженеров. Это вызов всему обществу. Можем ли мы изменить ситуацию? Время покажет. Эксперты единодушны. Начать нужно как можно скорее. Проблема разрушения шельфовых ледников – это не просто вопрос о климата или о льдах. Это поворотный момент для всего человечества. Именно наши действия или бездействия определят, каким будет наш мир через 50, 100 или 200 лет. Если оставить все как есть, без усилий по снижению выбросов, помимо моей адаптации, мы рискуем столкнуться с последствиями, которые только в худших сценариях можно представить. Исчезновение целых стран, затопление мегаполисов, глобальные гуманитарные кризисы. Однако у нас есть шанс, возможность изменить ситуацию, начать действовать прямо сейчас. Время не терпит, и каждый из нас может сыграть свою роль. Будь то голос на выборах, изменение привычек, поддержка экологических инициатив или активное участие в глобальных движениях за сохранение планеты. Планетам и наш дом. И от наших решений зависит ее будущее. Глубокое дыхание времени показывает свое истинное лицеметренное яйцо. Оно неумолимо, но у нас все еще есть выбор. В наших руках сохранитесь или разрушить то, что осталось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова